Ну а мы продолжаем рассказывать о главных событиях Дня Победы в Люберцах. Люберчане почтили память павших в Великой Отечественной войне. Возложение цветов состоялось у мемориала Вечный Огонь. Там был Вауала наш корреспондент Луизия Е. Зарян. Ей слово. Ну что ж, а сейчас мы встречаем участников праздничного парада. Напомню, кроме ветеранов и жителей округа, в нем принимает участие военная техника. Ведь во время Великой Отечественной войны она также совершила большой подвиг. Сегодня эта техника возглавляет колонну. Она движется к вечному огню, чтобы почтить память тех, благодаря кому мы отмечаем День Победы. Я руководитель поисково-исследовательской группы ВДВ 3-й корпус, член Совета Ветеранов. Это портрет моего дяди, погибшего осенью 41-го года в Сумской области. Это портрет моей бабушки, которая погибла под Курском, спасая раненых. Это портрет моего отца, ветерана Великой Отечественной войны. Скажите, почему для вас важно сегодня взять портреты своих противников? Ну, такое ощущение, что как будто мы вместе с ними идем по тем местам, где они работали, жили, служили. Вот приобщаешься к этому. Они ради нас сражались пять лет. Шли с одной стороны на другую. И они прошли тяжелый путь ради нас, ради нашего будущего. Они спасали нас, чтобы сейчас у нас было мирное время над головой. Днем Победы вас со всеми радостными и печальными делами. Все равно все вместе. Желаем, чтобы всегда солнышко светило, солнышко грело. И чтобы небо было всегда чистое, тихо, спокойно было. Чтобы все радовались, все радовались и жили нормальной жизнью. Так тяжело, как им, я надеюсь, нашим детям не будет. Но то, что мы должны уметь в разных ситуациях оставаться честными, порядочными, трудолюбимыми людьми, это важно. И еще мне очень приятно, что сегодня, вот посмотрите, все люди улыбаются. Никого не заставляли выйти на площадь или стоять и ждать, когда пройдут ветераны. Люди пришли с детьми. У детей военная форма. И это не потому, что мы их военизируем, а потому, что они хотят быть похожими на своих дедов и отцов. Помните, через века, через года. Помните, о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием будьте достойны. Люди, покуда сердца стучат, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет. Помните, о тех, кто уже никогда не споет.